У главной ёлки города работа идёт ежедневно. Самая тонкая и объёмная по праву принадлежит скульпторам. Художники создают объёмные фигуры и доказывают то, что из остывшей воды можно создать всё, что угодно. Решат Нурдинов уже 18 лет занимается созданием ледяных скульптур. Его работы каждый год украшают главные площадки празднования Нового года. Сначала как бы возводим в такую стеночку, потом уже как бы ручным методом, стамеской, той же бензопилой, мы выводим, подчищаем всё, добиваемся прозрачности. Потому что в этом году тоже ещё лёд. У нас изначально пришёл потоньше, вот у нас как будто он особенность имеет то, что снегопад прошёл сверху, такой слой сала, так называемый, снежной коркой. В этом году оформлять ледовый городок начали позже из-за погодных условий. Несмотря на это, скульпторы выполнили больше половины работы. За готовыми отточенными фигурами скрываются трудности по этапной обработке льда. В этом году оформителям предстоит украсить площадь у главной ёлки 12-ю ледяными фигурами. Дед Мороз и Негурочка – это самые сложные фигуры. Их не создание может до 4-5 дней доходить, потому что сделать именно человека ещё похожим, скажем, симпатичным, красивым – это всё-таки сложнее, чем сделать, допустим, того же миньона, который более округлый. Праздничные приготовления на центральной площади проходят с участием сотрудников коммунальной службы и электросетей. Ведь в оформление ледового городка ещё входят игровые элементы, а также иллюминация. В большей степени, так как было снега немного, изначально решили сделать побольше иллюминации. Это, естественно, старые фигуры у нас остались, фонтаны, шар. Плюс добавили мы ещё две фигуры. Это на сцене будут у нас часы с иллюминацией. И будет сделан как символ города предприятие НИФАС. В виде автобуса будет иллюминация. Ещё сделан также каркас металлический и иллюминация. Торжественное открытие ледового городка запланировано на 27 декабря в 6 часов вечера. Стоит отметить, что в этом году неудобства для водителей продлятся лишь 4 дня. Частичное перекрытие движения на площади состоится в день открытия ёлки 27 декабря, а затем с 31 декабря по 2 января. Анастасия К. Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».